Добрый вечер, уже мы телезрители, в эфире программа на связи с муниципальной властью. Мы выходим в новом формате. С этого дня мы будем выходить в 20.00. И, как всегда, мы будем по средам с вами общаться с муниципальной властью. И начинаем мы серию таких вот программ с первого лица городской власти, с Александра Федоровича Семькевича. Добрый вечер, Александр Федорович. Добрый вечер. Мы рады вам приветствовать в студии. Кстати, хочу для постоянных наших зрителей обратить внимание, вы сейчас видите телефон на своих экранах. Это новый номер телефона. Я попрошу его подольше держать, чтобы те, кто нам постоянно звонит, могли его записать. И, собственно говоря, видели, что он изменился. Александр Федорович, одним из самых последних событий, которые обсуждались и в медиа, и, собственно говоря, и в социальных сетях, это был конкурс на вакансию директора IT-кластера. Многие люди, которые, в частности наши зрители, многие не совсем понимают, что это такое. То есть, это достаточно такое специфическое понятие. Если можно, вот в двух словах, так что простым языком. Что это такое, а самое главное, что это принесет горожанам. А перед тем, как вы начнете, маленькая справочка. Как бы это ни прискорбно звучало, но Николаев занимает первое место по количеству киберпреступлений. То есть, у нас реально умные айтишники. Ну, в общем, по большому счету, основы кластерной экономики и вообще кластерного мышления трудно изложить в две минуты. Но, в общем, скажу, что понятие кластерности означает, когда связи бизнеса с властью, с образованием и с смежными, скажем, сферами в бизнесе. То есть, фактически, если мы говорим, самым ярким примером кластера является чилийский винный кластер. Это когда в Чили начали заниматься вином. И благодаря тому, что кластерно организовалась работа государства, поддержка государства, бизнес, производство и образование. Это подготовка кадров специальных, технических и также рабочих рук. А также смежные, так называемые, горизонтальные связи. Это производство бутылок, пробок, вина и так далее. Логистика и так далее. То есть, да. То есть, все, что вот с этим связано, когда какая-то сфера... Становится в фаворе, как бы, да? Да. И поддержка идет, то эта сфера непременно развивается. Это приводит к тому, что конкуренты, которые друг друга пытаются уничтожать, становятся партнерами и растут вместе, улучшая качество услуги и получая все больше прибыли. Если я правильно понял, то кластер, собственно говоря, само понятие, это будет говорить о том, что мы сейчас делаем упор на IT-индустрию и будем всячески ее поддерживать, как со стороны власти, так и со стороны бизнеса и, собственно говоря, всех рядом стоящих структур. Да, я очень часто говорю, что бизнесу не нужно помогать, ему главное не мешать. Вот. В Николаеве IT-бизнес развивается очень динамично, больше компаний, университеты все больше и чаще подготавливают кадры. Эти кадры используются компаниями. В Николаеве открывается больше заграничных компаний. Уровень зарплаты айтишников, он высок, потому что, в принципе, зависит от валюты и в основном это валютные выручки у IT-бизнесменов. В этом смысле, Николаеве, для того, чтобы продолжать развивать это направление, нужно, чтобы в городе появилась такая структура, как IT-кластер, которая будет связывать городскую власть, университеты, которые должны изменять свои, в конце концов, образовательные программы. Потому что на сегодняшний день IT-сфера развивается очень динамично, очень быстро и то, что вчера еще было новым, сегодня уже устаревает. Поэтому, а программы образовательные, как 10 лет назад в некоторых университетах использовались, вот так они продолжают обучать. Конечно, основы программирования это, они не меняются, но в любом случае технологии, все это меняется. И, скажем, в любом случае, развитие IT-сферы позволит наполнять бюджет. Наполнение бюджета позволит нам улучшать дороги, инфраструктуру, улучшать внешний вид города, купить нормальный транспорт, ну и прочее. То есть, я поддерживаю идею создания IT-кластера. На сегодняшний день самый, считается, ну скажем таки, развитый и самый продвинутый, это львовский IT-кластер, который на сегодняшний день проводит очень, скажем, очень известное в Украине и даже за границей такое мероприятие под названием Львов IT-арена. То есть, это серьезная IT-конференция, которая происходит на территории стадиона, то есть, очень масштабное мероприятие, там выступают разные потом группы, то есть, люди делятся опытом, получают новые знания и при этом еще могут отдыхать. Конечно, бы хотелось, чтобы когда-нибудь подобное мероприятие пришло и в Николаеве. На сегодняшний день я не делаю прямо какие-то, не ставлю на это какие-то большие ожидания, у меня нет от этого мероприятия, от IT-кластера, но в любом случае его нужно создавать, его нужно развивать, и этим должен заниматься какой-то человек, который будет этим гореть. И на сегодняшний день вот Николаевский IT-кластер ищет такого человека. Я просто объявил о том, что решил им помочь в раскрутке, так как я человек медийный, и ко мне прислушиваются некоторые люди, поэтому, воспользовавшись этой, скажем, возможностью, я сказал о том, что… Этим каналом связи. Этим каналом связи, да. Хорошо, а у меня тогда, продолжая, если мы говорим о том, что вот IT-кластер, если в идеале он там заработает, ну, каким-то образом заработает, и это будет как-то функционировать, это приведет дополнительные деньги в город, да. Среди прочего, буквально не так давно обсуждалась тема, если мне так память не изменяет, недели две-три назад, обсуждалась тема о том, что вы, и не только вы, и ряд народных депутатов выступили на всех рангах с четкой позицией о том, что деньги от портовой индустрии, которая уже у нас есть, да, инфраструктуры, должны, в частности, оседать в городе. Если можно, скажите, чем закончилась эта история, как она продолжается, развивается, насколько вообще, ну, это перспективно, или дадут ли центральные органы нам, скажем, от того, что уже есть? Очень правильный вопрос. На сегодняшний день, вы знаете, как бы мы говорим о том, что у нас есть в городе Николаеве бюджет. На сегодняшний день утвержденный бюджет развития города Николаева – это 504 миллиона гривен. Я продолжаю, говорил и буду говорить о том, что город Николаев на сегодняшний день, он не строит кораблей тех, скажем, той корабельной славы, которая была у Николаева раньше, на сегодняшний день и в ближайшее время мы не получим. У нас действительно развивается судостроение, есть компания «Небулон», есть компании, которые занимаются яхтенным строительством, спускаются яхты, люди работают, но это не тот уровень судоремонта и так далее. То есть, это развивается, но нельзя сказать, что на сегодняшний день это градообразующая индустрия, отрасль. Поэтому у нас критично развивается портовая инфраструктура, припортовая инфраструктура, и можем говорить о том, что на сегодняшний день это самое динамично развивающееся направление. При этом мы говорим о том, что если взять небольшой порт, который занимает определенную территорию, к примеру, взять такую же швейную фабрику, на которой работает, что там определенное количество людей, там, допустим, 300-500, что там 300-500 человек работает, и они генерируют в местный бюджет в город Николаев примерно одну и ту же сумму денег за аренду земли из налогов с зарплаты, потому что это те налоги, которые попадают в местный бюджет, то, если мы говорим о швейной фабрике, она не приносит никаких разрушений в ней инфраструктуру, ни ухудшений здоровья людей, которые находятся в городе. Если мы говорим о портовой инфраструктуре, то перемещение грузов через город убивает наши дороги, ломает наши мосты, транзит, который проходит через наши мосты, также их разрушает. Кроме того, у нас в основном все погрузка идет открытым способом, это означает, что пыль и, допустим, если грузится открытым способом фосфаты, то есть частицы эти разлетаются по городу, мы сами их дыхаем и постепенно умираем быстрее, потому что экология у нас тоже портится. То есть фактически, если мы сравниваем порт и, к примеру, ту же швейную фабрику, то совершенно разное влияние и совершенно похожее на, к примеру, прибыль. Доход. Доход. То есть смысл в том, что я всегда декларирую о том, что вот все должно быть в логике. То есть если что-то у нас разрушается бизнесом, то это должно восстанавливаться. Если мы говорим о децентрализации финансовой, то совершенно логично, что если в нашем городе находятся порты и ими кто-то зарабатывает, то нужна часть от этих доходов, которые идут сейчас на сегодняшний день в центральный бюджет, чтобы эта часть оставалась в городе на восстановлении. То есть мы можем сделать отдельный счет, что если спортовых сборов к нам попадает часть денег, мы их тратим конкретно. Я предлагаю все на две вещи. На медицину, чтобы люди могли лечиться, улучшать свое качество медицинских услуг. И на инфраструктуру, то есть дороги, мосты и прочее. Придорожная инфраструктура. Если мы говорим о мостах, например, большинство не сильно вникает, кому принадлежат мосты. Мосты принадлежат облафтодору. Смотрите, очень важная информация, которую я бы хотел, чтобы люди понимали и каждый раз при возможности пытаюсь объяснить это. На сегодняшний день сами сооружения мостов, то есть конструкции моста, принадлежат городу Николаеву на громаде. А покрытие, которое находится там, асфальтное покрытие, принадлежит облафтодору. То есть фактически у нас есть дорога, которая от знака въезда в Николаев со стороны Киева, со стороны Новой Одессы, проходит по проспекту Героев Украины, бывшей проспект Героя Сталинграда, Ингульскому мосту, доходит до улицы Никольская, поворачивает на Никольской и уходит на Одессу. То же самое с Одессой, Веселиновское шоссе, которое идет по Большой Морской и заворачивает на Пушкинской. Все это покрытие находится на обслуживании облафтодора. То есть они балансодержатели? Они балансодержатели. То есть на сегодняшний день город Николаев, вот мы как Николаев, не можем чинить эти дороги. То есть когда люди некоторые приезжают, говорят, ой какие разбитые, почему город не чинит, потому что мы их не можем чинить. На недавнем заседании у губернатора Алексея Юрьевича Савченко, представитель облафтодора, сказал, так забирайте их себе на баланс. Конечно, получается, что транзитные дороги мы заберем на баланс и будем их чинить для того, чтобы транзитный транспорт двигался. Я говорю, я их заберу на баланс, но тогда мы сделаем платный проезд для большегрузного транспорта, для въезда в город. Это следующая идея, которую мы сейчас прорабатываем, чтобы выйти с пилотным проектом в Украине, платным проездом для большегрузного транспорта по территории города, по нашим мостам. Тогда бы мы могли аккумулировать сумму денег и ремонтировать мосты, потому что содержать мосты – это очень дорого. Например, экспертное обслуживание одного моста стоит 1 миллион гривен. При этом это экспертное за один раз. То есть его нужно обслуживать, и за это обследование нужно заплатить 1 миллион гривен. Более того, результат обследования действует один год. То есть фактически, если в течение года мы не принимаем решение о его ремонте, или текущем, или капитальном, или еще каком-то, то если мы это решение принимаем через год, то надо тратить снова миллион, потому что за это время мост может изменить свои конструктивные люди. То есть по итогу мы говорим о том, что нам в ближайшее время может прийти наши мосты в такое состояние, что их нельзя будет эксплуатировать. Кто от этого будет страдать? Да, от этого будет страдать вся Украина, потому что мосты являются очень серьезным связующим звеном. Но от этого в первую очередь будут страдать Николаевцы, потому что части города, раскиданные этими мостами, соединяются. Поэтому я не могу об этом молчать. В прошлом году, когда мы в горячее время суток закрывали, я собрал исполком, мы проголосовали закрыть город в горячее время суток для большегрузного трасса. Мы сделаем это и в этом году. Мы будем лоббировать то, чтобы делать платный проезд для большегрузов, для того, чтобы в городе оставались деньги. Не просто разрушение объекта, которые нужно чинить, а чтобы оставались деньги. Это нормальная мировая практика. Это не европейская, не американская. Это мировая практика, что проезд по мостам является платным. Ну давайте вернемся все-таки к нашей портовой инфраструктуре. На каком этапе сейчас вот этот вопрос, что часть налогов, которые попадают сейчас в государственный бюджет напрямую, все-таки оседали в местных бюджетах? Не более чем, наверное, две недели назад мы встречались с новоназначенным или исполняющим обязанности главы администрации морских портов Украины, и я ему объяснил мое мнение, что увеличивать стоимость, увеличивать дополнительные налоги для портов создавать не нужно. Наоборот, нужно налогообложение, наоборот, даже чуть-чуть уменьшить, потому что судозаход в Николаевские порты один из самых дорогих в мире. Таким образом, нужно его немного уменьшить и часть от него оставлять в местном бюджете. Тогда это будет логично и тогда будет понятно. На сегодняшний день он сказал, что они строят математическую модель, то есть формульную модель, которая будет понимать, сколько нам завезли, сколько привезли. Всех интересует, а сколько же хочет получить Сенкевич в бюджет города? Я говорил о том, что в 2017 году прогнозированный бюджет у нас 504 миллиона. Я думаю, что мы можем говорить о том, что будет перевыполнение этого бюджета, о том, что опыт прошлого года подсказывает, что у нас в этом году он будет, может быть, 700 миллионов, может быть, миллиард, если будет все хорошо, гривен, бюджет развития. Но нужно сказать также о том, что если мы возьмем, что у нас там, ну, к примеру, предположим, что в 2017 году грузооборот будет 30 миллионов тонн в нашем Николаевских портах. 30 миллионов тонн, моя позиция, что 1 доллар с тонны должен оставаться в городе Николаеве. Это означает, что город дополнительно будет еще 30 миллионов долларов. А 30 миллионов долларов – это те же дополнительно 750, 800 миллионов гривен, которые мы сможем использовать на наши дороги, на наши мосты, на наши эстакады. Потому что меня очень сильно беспокоит, к примеру, железнодорожный переезд в Корабельном районе. Потому что 21 век, часть города отрезана железнодорожным переездом, и мы, как в каком-то забитом селе, сидим, ждем, пока проедут вагоны. Это ненормально. Более того, этот железнодорожный проезд отрезает от части города, от части микрорайона больницу. То есть, если человек, например, ему стало плохо, и нужно скорая должна его довезти, а тут едет поезд. То есть, нужно строить обязательную эстакаду, нужно думать, как ее строить – надземную, подземную и так далее. Этот вопрос нужно поднимать, этим вопросом нужно заниматься, никто этим вопросом не занимается. А сегодня мы стоим на пороге консессионирования порта Ольвия, бывший порт Октябрьский. В пятницу я еду на заседание Министерства инфраструктуры, где будем обсуждать этот вопрос. Я говорил о том на предыдущем заседании, я говорил о том, что я считаю, что город может создать свою эстеридорную компанию коммунальную и взять в концессию этот порт. Мы можем им оперировать, находить грузы и зарабатывать в город деньги. Это большие деньги, которые могут оставаться в городе. Если не хотят городу отдавать в концессию этот порт, хорошо, договорились, но тогда мы будем наставить на том, что передачу в концессию порта можно производить только после того, как Министерство инфраструктуры совместно с будущим концессионером построит объездную дорогу вокруг корабельного района вместе с железнодорожным подъездом к станции Жовтнева. То есть, пожалуйста, давайте, берите в концессию, но вначале сделайте первый концессионный, скажем так, вклад, сделайте объездную дорогу, чтобы город начал функционировать нормально. Потому что по предположениям, если порт Ольвия заработает, его сдадут в концессию, то может грузопоток увеличиться в 3-5 раз. То есть, стоять будут на том переезде все очень долго? В 3-5 раз больше, потому что в основном 70% грузов в Николаевском, в Николаевских портах доставляются железнодорожным транспортом. Хорошо, и как Вы считаете, когда это может случиться, это я имею в виду история, когда будет решение это принято по поводу... Это очень сложная история, потому что, знаете, процесс децентрализации, он, слава Богу, наступил. Долго мы разговаривали о децентрализации, долго запрягали. И надо сказать, что в 2015 году начался этот процесс уже приобретать какие-то, скажем, внятные проявления. В 2016 год мы получили новые возможности, мы получили новые источники доходов. В 2017 год мы также получили новые вещи, которые мы должны финансировать. Хочу напомнить, что мы сегодня из местного бюджета финансируем образование, скажем, то, что мы раньше получали субвенцию, коммунальные услуги, медицина, образование, льготы по проезду, питание учеников 1-4 класс, профессиональное техническое образование, то есть ПТУ фактически мы финансируем, но пока не имеем возможности его реформировать и так далее. Так вот, это непростой процесс, но если ни о нем не говорить, то этого не будет. Но я очень надеюсь, что к 2018 году мы к этому все-таки придем. Спасибо, у нас есть первый звоночек в этой серии программ. Добрый вечер в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос Александру Федоровичу в таком плане. Что у нас есть какие-то проекты по экологии? Меня в частности беспокоит река Ингу, начиная слив сбросов всяких в Сандоры, потом идут медицинские учреждения Дубки, Володарского, поликлиника МВД, поликлиника на Адмиральской. Потом в лесках там два медицинских учреждения. Очистка воды там никакой не производится. Это все лекарства, эти все заразы, все сливается в нашей акватории. Почему никто не занимается? Ну, очистные сооружения какие-то надо делать. Я понимаю, хотя бы примитивные, но должны быть. Спасибо за звоночек. Прошу, Александр Федорович, если Вы готовы прокомментировать. Да, спасибо. Хороший вопрос. На самом деле у нас не сливается ничего напрямую в реку. Есть централизованная система водоотведения, тем более в больничном. То, что касается Сандоры, тоже компании Пепсико, мы недавно встречались с ними, работали по этому вопросу. Действительно, у них очищается вода, но не очищается достаточное количество соли, потому что они поднимают воду из-под земли, они берут астезианскую воду к себе, обрабатывают ее. И так, минералы, которые остаются, они попадают снова к нам в канализацию. А эти минералы очень трудно очищать, будучи в этой системе. Хочу сказать, что вся вода, которая собирается у нас, она идет централизованно, идет на нашу станцию очистки, на наши очистные сооружения, которые находятся в Галлициновке. Конечно же, у нас есть также ливневые, ливневки, которые уходят в реку. Есть такие ливневые канализации. К примеру, этой канализации, эта улица, вы знаете, такой большой коллектор, который у нас находится в центре города, между инженерной и малой морской, который все время заплывал, тонул. И все время машины тонули. Наконец-то впервые в этом году вы могли обратить внимание, что там не собирается вода. Мы очистили этот коллектор, это было очень принципиально важно. Сделали там новую дорогу, вынесли ливневки из дороги и планируем в дальнейшем проводить очистку и реконструкцию в рамках нашего кредитного проекта с Европейским инвестиционным банком. Хочу напомнить, что в 2010 году мы запустили проект по реформе и реструктуризации Николая Водоканала. Сегодня эта работа началась, наконец-то, впервые за 7 лет началась эта работа. Недавно я был, недалеко, 3 недели назад, я был на территории Николаев Водоканала очистных сооружений и видел, что там во все кипит работа по как раз реконструкции станции решеток, то есть первой первичной очистки воды. Очень надеюсь, что реконструкция станции решеток, как запланировано в августе месяце, она закончится и мы сможем запустить проект, который был построен в 1973 году и мы уже сможем говорить о том, что наша вода очищается лучше. Впоследствии это аэрационные вот эти поля, впоследствии больше работы, которая связана с очисткой как раз и сбросом воды. То, что касается, я говорил про ливневки, действительно есть нелегальные врезки, люди в частном секторе врезаются в ливневки и сбрасывают туда свою канализацию. И Николай Водоканал планирует улучшить работу в этом направлении, все эти ливневки, то есть все эти врезки нелегальные выявлять, штрафовать людей, наказывать, либо вы подключаетесь легально к существующей системе канализации, либо вы будете оштрафованы за то, что вы портите воду для всех людей, и остальных, которые честно платят налоги или честно оплачивают услуги водоотведения. Поэтому на сегодняшний день ведется работа по реформированию водоканала. Хочу предупредить всех, что в ближайшее время планируется поднятие тарифа, я не знаю, там месяц или два будет. На сегодняшний день после поднятия вода не поднимается уже давно, а составляющая электроэнергии уже перевалила там давно за 60%. То есть фактически сегодня Николаев водоканал терпит убытки на оплате только за свои энергоресурсы порядка 3 миллионов гривен в месяц. Наш тариф на водопостачание и водоведведение является 109-м в Украине из 135 водоканалов. То есть мы находимся по величине, по размеру. То есть он не поднимался и в ближайшее время национальная комиссия, которая занимается регулированием тарифов, планирует поднять этот тариф до ближе к серединке мы будем. Да, надеюсь, что мы не будем первые в этом вопросе. Ни в коем случае. Александр Федорович, есть еще один такой вопрос под завязку программы. Смотрите, многие когда-то обвиняли вас, это я вот очень часто слышу и мне постоянно просят задать вам вопрос. Постоянно слышу о том, что мы ждали Цинкевича, что быстро кадровые изменения и так далее и тому подобное. Вы их не предприняли в самом начале своей каденции. Но вместе с тем, например, сегодня три главных фигуры в отрасли гуманитарной, это начальник департамента образования, здравоохранения и культуры ушли. Ну, не совсем верная у вас информация. По образованию Даркача Анна Ильинична еще продолжает работать. И как бы сейчас пока этот вопрос не рассматривается, точнее, он может рассматриваться, потому что мы говорим о плавном проведении всех конкурсов на замещение должностей всех начальников управления и департаментов. Вы правы, действительно так и есть. На сегодняшний день культура и медицина находятся у нас в временно исполняющем обязанности. Будет проведен открытый конкурс в ближайшее время, будет конкурсная комиссия, потом будет собеседование публичное с городским головой, где журналисты смогут задать все свои вопросы, узнать личность каждого человека. Дело в том, что я всегда говорил о том, что город может существовать без мэра, без городского головы. Тому пример Владимир Дмитриевич Чайка умер, город не остановился. Затем человек, который его замещал, господин Коренюгин, также умер и город не остановился. И так часто происходит, что городские головы уходят в отпуск или там находятся в каком-либо отъезде, но город не останавливается. Но при этом нужно говорить о том, что если неправильно будут работать те структуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, это может действительно парализовать жизнь. Поэтому я работал с людьми и продолжаю работать с людьми, которые работали до меня. Я работаю с ними с уважением и считаю, что каждый из них может принять участие в конкурсе. Но во время предвыборной кампании я обещал, что все конкурсы на замещение этих должностей начальников управления и директоров департамента будет проведено открыто, публично. С тем, что люди понимали, кто это работает, что это люди, которых громада нанимает на работу, а не просто какие-то там знакомые или по блату принятые люди. Поэтому впереди, в дальнейшем мы будем делать это потихоньку-потихоньку, всех будем проводить заново. Что ж, спасибо. Я думаю, что мы сегодня поговорили об очень достаточно важных вещах, которые касаются каждого. Напоминаю, что сегодня мы поменяли время вещания. Кто нас посмотрит в записи или в интернете, пожалуйста, включайтесь в прямые эфиры, они будут в 20.00. Ждем вас в следующую среду. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо.